Дорога была ухабистая, кривая, да еще моросил мелкий противный дождь. Илья бы плюнул и развернулся, но Дима очень просил подстраховать его. Подвести друга было решительно нельзя. Димка был коллекционером, правда собирал он не марки и модели, ну или на худой конец статуэтки персонажей из любимых фильмов. Нет, его привлекали старые радиоприемники и радиолы, и чем старше они были, тем лучше. Именно от Димки Илья впервые узнал, что такое радиола, смесь приемника и проигрывателя. Эти штуки друга интересовали больше всего. Илья подшучивал над ним, не понимая зачем делать из квартиры музей радио, но Дима лишь отмахивался. «Ничего ты не понимаешь», — говорил друг. «Это же история, это же наука, это потом будет стоить столько, что и детям и внукам хватит». Илья скептически скривился, слушая это, но молчал. Иногда Дима становился похож на безумного фанатика с горящими как от лихорадки глазами, и в эти моменты Илья предпочитал не задевать друга насмешками. Дима разыскивал раритеты по объявлениям, и если находил что-то стоящее, был готов лететь за ними хоть на другой конец света. Но в этот раз повезло. Находка ждала их в соседней области всего-то 200 километров. Илья бы ни за что не ввязался в эту авантюру, но Дима поставил машину в ремонт и слезно просил его съездить за вожделенной радиолой. «Мы вообще правильно едем?» – спросил Илья, начиная нервничать. Грунтовка сменилась проселочной дорогой, которая начала размывать дождь. «Правильно!» – Дима сверился с навигатором и ободряюще улыбнулся другу. «Если мы тут сядем, сам будешь толкать!» – предупредил Илья и крутанул руль, объезжая большую лужу. «Где ты вообще нашел этого продавца?» «На форуме! Он раздает дедовские шмотки перед продажей дома! Вон туда, через лес и будет деревня!» Илья вздохнул, но направил машину, куда указал Димка. Лес был дремучий, дороги почти не было видно из-за высокой травы и сгустившейся над ними темноты. Сложилось ощущение, что ей вообще не пользовались последние лет двадцать. Но к удовлетворению Ильи лес быстро закончился, и они увидели деревушку на холме. Домов на десять, не больше. А дождь тем временем зарядил с новой силой и превратился в ливень. Вдали загромыхало. Дворники на лобовом стекле работали без остановки, но это мало спасало. Видимости почти не было, Илья не торопился, но и не сбавлял скорость, боясь застрять. Не зря боялся. Метров за сто до первых домов машина села на брюхо. «Приехали, твою мать!» – выругался Илья. «Да брось!» – улыбнулся Димка, жизнерадостный засранец. «Трактор найдем! Не тут, так в соседней деревне!» «Ты знаешь, сколько стоит трактор и мойка?» – повернулся к нему Илья и вскинул брови в ожидании ответа. «Эммм, нет». «Плохо! Тебе ведь за все платить!» – наигранно мило улыбнулся Илья и открыл дверь. Он выругался, увидев, во что они встряли, и подумав, что хуже быть не может, вышел из машины, утонув по щиколотку в коричневой жиже. «Твою мать!» – застонал Илья. «Идем быстрее! Нам в тот дом!» – крикнул улыбающийся Димка, которому ни дождь, ни слякоть были нипочем. Илья страданчески поднял лицо навстречу тяжелым каплям дождя, моля небо дать ему не сорваться на друга и одновременно просил брать с его лица улыбку. «Вот чему тут радоваться? Тому, что застряли на ночь глядя в глухой деревне? Тому, что придется ночевать в машине? Тому, что искать трактор с трезвым трактористом – тут еще квест?» Он захлопнул дверь и побрел за Димой, который уже стоял на пороге покосившейся избушки. «И кто же купит эту хижину лесника?» – спросил Илья, заходя под навес. «Кто-нибудь купит? Смотри, какая природа вокруг!» Илья с кисламины оглядел удручающий пейзаж, которого почти не было видно из-за стены дождя и поежился. Дима тем временем колотил деревянную дверь и заглядывал в окна сений. Дом выглядел заброшенным и опустевшим, впрочем, как и соседние. Илье вдруг стало неуютно, холодок пробежался по спине, но он встрепенулся, отбрасывая непрошенные мысли. «Подумаешь, деревня, таких маленьких с виду заброшенных деревень в стране сотни, если не тысячи. Тем более деревня эта находилась всего в двадцати километрах от крупного города». «Сейчас позвоню ему», – пробормотал озадаченный Димкой и приложил телефон к уху. «Анатолий, это Дмитрий! Алло! Алло, да, мы приехали! Вы где?» Пару мгновений Дима слушал собеседника, потом удивленно вскинул брови и, нажав на ручку двери, толкнул ее внутрь. Дверь с тихим скрипом отворилась, приглашая друзей в темный мрачный дом. «А хозяин где?» – спросил Илья. «Умер», – ответил Дима, убирая телефон во внутренний карман куртки. «Да не тот, с кем ты сейчас разговаривал!» – раздраженно уточнил Илья. «А, этот не смог приехать, сказал, так могу забрать». Снова улыбнулся Димка и смело шагнул в сене. «Ай, чтоб тебя!» «Что случилось?» – Илья достал смартфон и посветил на друга. «Потолки низкие!» – прохрепел Дима, потирая ушибленную макушку. Пригибаясь и внимательно смотря под ноги, Илья прошел за другом в комнату, в доме она служила одновременной и кухней, и спальней. Другие помещения, кроме заваленной хламом сени, в доме не наблюдалось. Мелкие окошки без занавесок были настолько грузными, что, наверное, и солнечный свет не пропускали. У стены слева стоял большой шкаф с открытыми дверцами, на полу валялась одежда, коробки, битое стекло. За шкафом софа и тумбочка, у другой стены печи, кухонный гарнитур с резными дверцами. Все поверхности занимала утварь, посуда, какие-то непонятные статуэтки и вещи той эпохи, когда друзей еще и в проекте не было. «И где это твое радио?» – спросил Илья, обрезгливо поморщившись. «Где-то тут», – прошептал друг и заглянул в шкаф. «Где-то», – словно эхо повторил Илья. «Ищи, а я тоже пойду искать». «Что искать? Не понял». «Трактор пойду искать по соседям», бросил Илья и вышел на воздух. Ливини не думал прекращаться, Илья уже начал подмерзать, но делать нечего. Сейчас найдет трактор, Дымка откопает свой раритет и свалит отсюда. Мужчина мечтательно улыбнулся, представив, как нежится в горячей ванне, но улыбка исчезла, стоило ему взглянуть на дом напротив. Заросший крапивой палисадник, покосившееся крыльцо, темные бревна, из которых сложена изба. Трактор там вряд ли есть, но спросить, есть ли он тут вообще можно. Илья пересек улицу, шлепая по лужам, прошел через калитку и смело постучал в дверь. Тишина. Снова странное ощущение подкралось незаметно, будто вся деревня стояла заброшенная и пустая. И только они, два дурака, непонятно, что делали в этом месте. Илью осенила странная догадка. Он толкнул дверь, и она открылась таким же тихим скрипом, как и предыдущая. Включив фонарик на телефоне, Илья зашел в дом и обомлил. Мебель другая, но антураж все же тут же, заваленный хламом и мусором, заброшенный дом. Илья вышел на улицу, прошел два дома и повернул к третьему. В этот раз не стучал, сразу вошел в открытую дверь. И снова та же картина. Сердце бешено стучало в груди, но он упорно продолжал ходить по домам, позабыв и о Димке, и о застрявшей машине, и о тракторе. И везде он видел одно и то же. Мрак, тишина, запустение. В деревне не было ни одной живой души, кроме них. Илья вышел из последнего дома в мрачном, задумчивом состоянии. Он вообще-то не был склонен к мистификациям, но сейчас в душе поселился неприятный, лепкий страх. Ему очень хотелось уехать отсюда. Но поскольку машина намертво застряла в грязи, то придется идти пешком. Хотя бы до ближайшей заправки, до которой километров пять, а уже оттуда вызывать подмогу. Илья стоял под дождем посреди улицы и вдруг почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Он резко обернулся, но никого не увидел. А в конце улицы стоял лишь старый одинокий колодец. «Брось, идиот!» – обозлился на себя Илья. «Я не блондинка, а в колодцах не живут мертвые девочки!» Не оборачиваясь, Илья решительно зашагал к дому, где оставил друга. Он намеревался вытащить Димку за шкирку из этого болота с радиолой или без нее. Даже если придется вырубить друга и тащить до трассы на своем хребте. Не успел подойти к забору, как на крыльце показался сам счастливый виновник их несчастий. В руках Димка держал огромную деревянную штуковину, напоминавшую Илье часы с кукушкой переростком. «Что за хрень?» – опишел Илья. «Сам ты хрень!» – улыбаясь, парировал Димка. «Это же СВГК 38-го года!» «Поздравляю!» – скривился Илья. «Оставь хрень в машине и пойдем!» «Куда?» – опишел Димка. «На трассу! Мужиков снимать!» – огрызнулся Илья и пошел к машине. «Ты чего?» – озадаченно спросил нагнавший его на полпути Димка. «Ничего, просто положи эту штуку в машину и пойдем! Тут трактора нет! Тут вообще никого нет!» – раздраженно пояснил Илья, открывая для Димы заднюю дверь. Дима кряхтя поставил агрегат на сиденье и для пущей надежности закрепил радиолу ремнем безопасности. «В смысле никого нет?» – переспросил он, захлопывая дверь. «В прямом, деревня заброшенная, здесь никто не живет, так что идем на трассу. Мы недавно проезжали заправку, согреемся и подумаем, что делать!» «А если ее кто-то возьмет?» – Дима страдальчески посмотрел на радиолу. «Дима, ты тупой?» – с холодным спокойствием спросил Илья. «Кто ее возьмет? Призрак деда на холме? Девочка из колодца? Белочки из леса прибегут и утащат в дупло? Не беси!» Илья развернулся и пока друг думал, что ответить, решительно направился в сторону леса, через который они проезжали по дороге в деревню. Дима шлепал следом, не смея заговорить. Если так подумать, то все их приключения были инициированы именно Димкой. «Нет, не специально, просто товарищ умел находить проблемы на ровном месте. Просто талантище». А потом он осознавал, что становился причиной их бед и долго корил себя за это, просил прощения, но никто и не думал злиться на Димку. «Это же Димка!» И потом все неприятные моменты забывались или становились байками, которые рассказывали на тусовках по кругу из года в год. Они вошли в лес под тень раскидистых старых дубов. Друзья шли по очереди, чертыхаясь и спотыкаясь о колеи, которые не было видно из-за высокой травы. Становилось холодно, тяжелые капли дождя падали на голову. У Ильи даже зуб на зуб не попадал, и он очень обрадовался, когда увидел просвет между деревьями. Пару километров по полю, а там трасса, еще пару километров и заправка с горячим кофе и круассанами. Сердце Ильи ушло в пятки, когда он вышел из леса. Перед ними нахал место яло увязшая в грязи машина, а за ней виднелась брошенная деревня. Димка, не ожидавший, что друг остановился как вкопанный, врезался Илье в спину. «Ты чё, не может быть?» – прошептал Дима, увидев деревню. «Но как?» Илья ничего не ответил, просто развернулся и зашагал обратно в лес. Дима поспешил за ним, бормоча под нос догадки и предположения. Вскоре он пришел к выводу, что дорога в лесу не одна. Они наверняка не туда свернули, пройдя по кругу. Это звучало логично, но Илья в эту логику не верил. Страх. Страх все больше расползался под кожей и засел в голове, грыз изнутри, как маленький паразит. «Сука!» – в сердцах воскликнул Илья, когда они вышли из леса и снова увидели ту же деревню. «Может, одежду вывернем наизнанку?» – тихо предложил ошарашенный Димка. «Это я тебя сейчас выверну наизнанку!» – прорычал Илья и развернулся в обратную сторону. «Но это же лешие или кто там заставляет людей плутать?» – попытался вразумить друга, едва поспевающий за ним Димка. «Боюсь, это что-то похуже!» – высказал давно засевшую в голове мысль Илья, заставив друга замолчать и задуматься. Илья на этот раз шел медленнее, смотря по сторонам. Вдруг они и правда как-то оказывались на ответвлениях дороги, что вели в обратную сторону. Но в лесу становилось все темнее и сложно было хоть что-то разглядеть. Поэтому он не удивился, когда, выйдя из леса, они опять увидели зловещие дома на холме. «Ну ладно!» – будто принял вызов Илья и решительно зашагал в сторону деревни. «Ты куда? Я боюсь туда идти!» Бросился за ним Димка и, схватив за рука в куртке, остановил друга. «А замерзнуть в лесу ты не боишься?» – огрызнулся Илья и одернул руку. Он прошел мимо машины к ближайшему дому, выломал из хлипкого забора пару досок, и они с Димой потащили их к машине. Оставаться здесь не было никакого желания, так что стоило попытаться уехать. Битый час они толкали машину из лужи, подкладывали доски то под одни колеса, то под другие, чуть не угробили сцепление, но с места не сдвинулись. Друзья вымокли до нитки, с ног до головы покрыли слоем грязи, устали так, будто разгружали вагоны с углям. И это все, чего они добились. «Сука!» Илья в сердцах пнул колесо машины, словно оно было в чем-то виновата. Дождь прекратился, дул прохладный ветерок. Солнце село, но небо еще было довольно светлым, несмотря на быстро бегущие тучи. От леса на холм, где стояла деревня, наползал белесый туман. Илья глядел в ту сторону, туман приближался, оказалось слишком быстро. Внезапно в нем что-то мелькнуло, чья-то тень с неестественно длинными конечностями. Сердце Ильи сделало кольбит и застряло где-то в горле. Он посмотрел на друга, стоящего с другой стороны машины. Но Дима смотрел не на Илью и не на приближающийся туман, а на деревню. Смотрел, не моргая и не шевелясь. Илья проследил за его взглядом и остолбенил. На пороге дома, из которого Димка забрал радиолу, стоял мужик. Вот только на обычного деревенского мужика он мало походил. Ростом был метра два, конечности длинные, нескладные, лицо в язвах, а от вида белых глаз, без зрачков, кровь застыла в жилах. Незнакомец смотрел на них и не двигался, будто превратился в изваяние. Илья сглотнул липкий комок, уже давно застревший в горле, и заставил себя отвести взгляд. Он снова посмотрел в ту сторону леса и едва не закричал, увидев, что туман вплотную приблизился к машине, и в нем отчетливо виделись силуэты долговязых существ. «Живо! В машину!» Взвизгнул он и нырнул на водительское место. Диме особое приглашение не требовалось, он плюхнулся рядом, и Илья тут же заблокировал двери. «Что это, мамочки? Что это?» Дрожащими губами шептал Дима. Адреналин ударил в голову, начала бить мелкая дрожь, которую невозможно было унять. Сердце стучало так, что казалось вырветься из груди, а виски сдавил тугой обруч. «В тумане их много!» Прошептал Илья и, преодолев страх, посмотрел в зеркало заднего вида. К его удивлению туман отступил. Лишь мягкая дымка парила у самой кромки леса. «Мужик исчез!» Прошептал Дима, тронув его за плечо. Действительно, крыльцо дома опустило. Тишина стояла в округе, стало еще темнее, наступила ночь. Ясная летняя ночь, и даже полная луна появилась над холмом, осветив пустующие дома, или не пустующие. «Что будем делать?» Шепотом спросил Димка. «Пока ничего!» В тон ему отвечал Илья. «Из машины я ночью точно не выйду!» «А в туалет как?» «Не о том думаешь?» «Сы в штаны, если приспичит!» «Мамочки!» Простонал друг и вжался в спинку сиденья. Потянулись долгие часы ожидания непонятно чего. Илья нервно посматривал то на страшные покосившиеся дома, будто призрачные в лунном цвете, то на лес, где теперь и не осталось даже намёка на белёсый туман, прятавший страшных долговязых существ. Димка быстро отрубился, Илья ему позавидовал. «Правильно, в любой непонятной ситуации лучше лечь спать. Вот только как можно спать, зная, что ты застрял в месте, где творится какая-то чертовщина?» Илья достал мобильные сети, не было, но он всё равно написал и отправил СМС всем, кто был в телефонной книге. Вдруг повезёт, и связь появится. Люди получат сообщение с их координатами и придут на помощь. Он посидел с минуту, подумал, а потом отменил отправку сообщения. Нет, если это место проклято и не отпускает людей, обрекать их на ту же участь он не собирается. Странно, ведь связь была. Дима звонил продавцу радиолы. Илья взял с приборной панели телефон друга и зашёл во вкладку с исходящими вызовами. Анатолий, сети у друга тоже не было, но с мрачной решимостью Илья нажал на кнопку вызова. Раздались длинные гудки. То есть звонок прошёл при отсутствии связи. Внезапно гудки закончились и в динамике зашипело. Какой-то белый шум. Вдруг шум резко прекратился и шипящий, словно старое радио, голос прошептал. «Иди, иди!» А потом резко взорвался, будто сотни голосов. «Иди!» От неожиданности Илья выронил телефон. Сердце забилось в бешеном ритме, тело покрылось холодной испариной. Он нашарил телефон под сидением и посмотрел на экран. Звонок прервался. Илья положил телефон на приборную панель и тихо заплакал. «Нет, эта чертовщина не прекратилась. Что-то... Нечто... Наблюдает за ними и отпускать не собирается. Что же это такое? И что ему нужно? Что это? Духи, призраки, жители деревни? Но почему они выглядят так странно?» Илья обнял себя за плечи, жалея себя и одновременно злез на Диму. «Если бы не он, он бы никогда не оказался в ситуации, из которой он не видел бы выхода. Под утро его все-таки сморило. Проснулся он, когда солнце ярко освещало холм с застывшими во времени деревянными избами. Димы рядом не было. «Черт!» – простонал Илья, не понимая, куда мог деться друг. Огляделся, он не заметил ничего странного. Впрочем, Диму он тоже нигде не заметил, это заставляло нервничать. А еще нервничать заставляла открытая со стороны пассажирского сиденья дверь. «Твою мать, мать твою, Дима, сука, куда ты делся?» Сам себя спросил Илья и, выругавшись, решительно вышел из машины. Солнышко припекло, дул легкий ветерок и пейзаж выглядел довольно неплохо, если бы не мрачные дома на холме. Илья обошел машину и закрыл дверь. Потом подумал, что хуже быть не может, сложил руки рупором и крикнул. «Дима, скотина, ты где?» Он замер и прислушался. Ответа не последовало. «Черт!» – застонал Илья и, преодолевая желание снова запереться в машине, пошел ближе к домам но все же не ступая на улицу. Он кричал и кричал, но ответа так и не было. Тогда Илья развернулся и решил попытаться еще раз пройти через лес. Долго он стоял и не мог переступить незримую черту, разделяющую солнечную поляну и сумрак чаще. Но, взяв себя в руки, все же сделал первый шаг. Шел медленно, то и дело замирая и всматривая в сумрачный лес. Казалось, что за ним наблюдают, пару раз мерещили страшные тени, притаившиеся за деревьями. Где-то в середине пути Илья понял, что так его смущало все это время и там, возле машины, и здесь, в лесу. Полное отсутствие звуков. Он видел, как шевелятся листья на деревьях, ощущал кожей прохладный ветерок, но звуков не было. А ведь в лесу они всегда есть. Илья ускорил шаг и, наконец-то, выбрался из чащи. Он чуть не заплакал, увидев свою машину и деревню на холме. Но в то же время обрадовался, заметив друга, стоящего возле капота к нему спиной. Ну, наконец-то! Ну, получишь у меня, сволочь! Выругался Илья под нос и поспешил к машине. Подойдя со стороны водительского места, он сложил руки на груди и недовольно посмотрел на Диму. Ну и где тебя носило? Ты совсем больной? Я думал, тебя утащили эти... Хрен знает, кто тебя утащил! Дима медленно повернулся к нему и Илья отпрянул. Только сейчас он заметил, что друг стал выше ростом, конечности его вытянулись, а штаны и куртка будто сели после стирки. Но самое страшное было то, что кожа товарища покрылась кровоточащими волдырями и язвами. Один глаз словно вытек, оставив кровавую дорожку на небритой щеке, а второй словно затянул обелесая пленка. «Иди!» – молвил друг голосом из телефона. Илья закричал, запрыгнул в машину, заблокировал дверь и зачем-то пристегнулся. Он вцепился в руль, до боли в пальцах и не сводил взгляда с Димы того, кто был Димой совсем недавно. Существо, а Илья был уверен, что это не его старинный друг, а именно страшное существо, которое пришло по его душу, смотрело на него одним глазом, не мигая. Очень хотелось зажмуриться, закрыть глаза, а потом открыть и увидеть целого, невредимого Димку, но Илья боялся даже моргнуть. Казалось, если это сделать, произойдет что-то страшное. Так он и сидел, в упор, смотрев на существо, а существо смотрело на него. Время потеряло счет, минуты текли медленно, и когда наступили сумерки, существо потянуло носом, как хищный зверь, и медленно побрело в деревню. Илья выдохнул, когда оно скрылось между домами и закричал, выплескивая всю свою боль и отчаяние. Он плакал и кричал, бил кулаками сиденья, руль, приборную панель до тех пор, пока силы его не оставили. Тогда он откинулся на спинку и глядел перед собой рассеянным взглядом, пока в зеркале заднего вида не мелькнула чья-то тень. Илья напрягся и повернулся. От леса к машине вновь стремился белился туман, в котором он мог разглядеть силуэты долговязых существ. Туман приблизился и быстро окутал всю машину. В жуткой тишине Илья слышал лишь стук собственного сердца. Морок был настолько плотный, что скрыл от него и деревню, и лесы неба. Он видел тени что рваными, то быстрыми, то медленными движениями приближались к машине. Вот-вот подойдут вплотную, разобьют окна и вытащат Илью наружу. А там нет, о том, что будет потом, он предпочел не думать, просто наблюдал, надеялся, что они отстанут, если он будет сидеть тихо. И они пришли, стали появляться из белого молока рядом с капотом, кто-то встал рядом с дверью. Лица он не видел, лишь руки, длинные, с язвами, вздутыми синими венами и отросшими желтыми ногтями. А вот те, кто стоял спереди, он разглядел хорошо. Мужчины и женщины разных возрастов с белой пеленой на глазах. Но что поразило, это разница в одежде. Кто-то был одет по-современному, в джинсы, рубашки, а кто-то будто прошел сквозь века. Русая девушка с длинной косой предстала перед ним в сарафане. Рядом появился бородатый мужчина в красном кафтане и священник в рясе. И все, все они смотрели на Илью, будто ждали чего-то. Идите нахер! Выплюнул Илья и зажмурился. Идите нахер отсюда! Пошли вон! Он замер, стараясь унять дрожь в теле и открыл глаза. К его изумлению они исчезли. И существа, и туман. Звездная лунная ночь простиралась над холмом. Что за... Внезапно на заднем сидении что-то щелкнуло. Появился звук радиопомех. Илья обернулся и уставился на несчастную радиолу, про которую совершенно забыл. Она все так же стояла, пристегнутая ремнем и шипела, будучи выключенной. Иди! Раздался из динамиков хриплый голос, который Илья уже слышал. Иди! Не пойду! Пошла в жопу! В истерике крикнул Илья. Иди, иди, иди! Скороговоркой проговорила адская машина. Я сказал, отвали! Иди, 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 иди! Не унималась штуковина, говоря так быстро, что слово в конце концов слилось в одно бесконечное И. Илью этот звук заворожил. Он будто начал уплывать в сон, теряя сознание. А потом вдруг осознал, что это радио усыпляет его. Тварь! Илья вытащил из-под сидения монтировку, которую всегда там держал после пары неприятных случаев, перегнулся через сидение и начал колотить радиолу до тех пор, пока она не замолчала и весь салон не усыпала щепой. Илья замерз, занесенный над остатками раритета монтировкой, но она и не думала вновь оживать. Тогда он вытер под солба и сел на место, уставившись прямо перед собой. Иди! Прошипел голос заднего сидения. Илья снова повернулся и с ненавистью посмотрел на вырванный и покореженный динамик. Иди! Иди ко мне! Взревел динамик так громко, что Илья зажал уши. Илья! Заговорил динамик спокойным голосом, голосом Димы. Иди сюда, тут хорошо, тихо, спокойно. Не пойду! Упрямо заявил динамику Илья. Иди, Илья, нас тут много, нам весело, иди к нам! Не пойду! Повторил он как мантру. Иди, иди, иди! Илья заорал в ответ какую-то несвязную дичь, лишь бы не слушать эту мразь, а сам достал из бардачка упаковку салфеток, вытащил несколько и скрутил из них плотные жгуты. Он ставил их в уши и голос стал тише, потом снял куртку, снял футболку и завязал ее вокруг головы, закрывая уши, а уж сверху накинул куртку, звук пропал. Так он просидел долго, трясясь от холода и страха, и наконец глаза его начали слепаться. Илья погрузился в тревожный сон. Проснулся он от того, что кто-то стучил в окно. Он разлепил веки и непонимающе уставился на деревню, которая в этот раз выглядела живой. Висело светило солнце, вдалеке паслась корова, по улице важно расхаживали куры. На крыльце дома, откуда Дима забрал радиолу, курил мужчина, тот самый, которого они видели, но теперь он был абсолютно нормальным, выглядел живым и здоровым. У Ильи отвисла челюсть. Ильюха, открой дверь, ты чего завис? Уснул что ли? Ну извини, заболтался я с Анатолием, трактор нашли, скоро будет. Илья повернул голову и увидел улыбающееся лицо Димки, того самого Димки, с которым сюда приехал. Никаких язв на теле, да и оба глаза у друга были на месте. В руках он держал радиолу целую и невредимую. Приснилось, все приснилось, не веря в это, прошептал Илья. Илюха, она тяжелая, открывай ворота. Илья снял с головы куртку и футболку, вынул из ушей импровизированные беруши и посмотрел на Диму. Живой, нормальный, улыбается. Но не мог же Илья просто так намотать на голову футболку, он же не лунатик. Но все вокруг было так естественно. Животные, далекий звук трактора, а ведь звуков не было. Откуда они взялись? Их тут не было и быть не должно. Неужели и правда приснилось? А если не приснилось, то зло решил отступить, понимая, что Илью ему не заполучить? Слишком просто и слишком сложно одновременно. Илья засмеялся, ему не выбраться, все, баста, конец. А если это был сон, то и терять нечего. Он натянул футболку и вышел из машины. Открыл для Димы заднюю дверь, и тот примастил радиола на сидение, не забыв пристегнуть ремнем безопасности. «Ты чего такой смурной?» спросил друг, захлопывая дверь. «Сейчас все будет, слышишь, трактор уже едет, вытащим машину, потом сразу на мойку, делов-то!» Димка обогнул машину и достал из багажника пустую двухлитровую бутылку. «Пошли водички из колодца наберем, сегодня жарень обещали!» Он поманил за собой Илью. И Илья пошел, улыбаясь как дурак и нервно видел только страшное одноглазое существо, но пошел за ним и ничего не смог с собой поделать. Хотел повернуть назад к машине, но не мог. Шел словно в тумане, ноги не слушались, сознание будто выключалось, но одна мысль засела в голове прочно «Это конец, конец его мучениям!» «Гляди, какой глубокий, а ведь ему уже лет эдак двести, если не больше!» Присвистнул Димка и отошел в сторону, давая Илье подойти к колодцу. Илья наклонился и заглянул в черный омут. Да, действительно глубокий. Звуки резко исчезли, его накрыла тень. Илья поднял голову и узрел над головой сизые тучи. Он повернулся и лицом к лицу столкнулся с Димой. Тот смотрел на него единственным белесым глазом, а позади него собралась толпа долговязых существ, которые некогда твою мать. Только успел прошептать Илья, прежде чем друг толкнул его в грудь. Илья свалился в колодец и полетел головой вниз. Его накрыла темнота, появился белый шум. Последнее, что он запомнил, довольный голос из глубины. Пришел! Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, наши главные герои не смогли вернуться домой, и данная деревня их поглотила. Ну что ж, а если вы дослушали историю до самого конца, поставьте, пожалуйста, облачко, так мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. Я с вами, как и всегда, на этом не прощаюсь, услышимся в следующей интересной истории.